Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 ASPEC для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами на вот этом классном агрегатике выиграли чемпионат очередной ну и собственно говоря поняли что агрегат этот очень хорош вот заработали гоночную машину и я думаю давайте мы на ней сегодня и прокатимся причем что интересно вот видите продается она за 300 тысяч а стоит она оказывается миллион двести то есть нам самом деле очень дорогую тачку то подарили вот поедем мы на ней как это ни странно чемпионат дтм да тут почему-то в этом чемпионате нету ограничения на только немецкие машины я проверил уже даже на лотусе туда заходил вот для начала как обычно давайте сменим маслицы вот ну и на этом самом джилете пойдем разбираться с немцами на самом деле я так понимаю это итальянская машина альфа ромео но вот под маркой джилет она стала бельгийской поэтому в принципе мы не настолько сильно и нарушаем правил ну бельгия там тоже есть и германский язык германоговорящие товарищи вот поэтому сойдет на самом деле будет очень непросто на ней выиграть потому что тоже я проверил наших с вами соперников у них по 450 где-то лошадей и весь это не тонну у нас же 419 и весим мы правда 800 килограмм ну примерно это то на то и выходит наверное так чё у нас по трассам trail mountain midfield deep forest лагуна и токио ну в принципе за исключением от токио трасс достаточно такие интересные и можно на них вполне сражаться вот видите что нет ограничений на на машины здесь так ну и машина на самом деле я так на ней чуть-чуть перед записью потренировался достаточно нервная ей блин гораздо больше подходят скоростные трассы потому что медленных поворотах ей черт возьми сложновато управлять это уже гоночный агрегат поэтому ё-моё да вы гляньте тут трешка либры целка и astra в общем с тачками класса туринг тоже третьей части гран туризма видимо напряг да не видимо напряг так отключаем нафиг все помощники хотя вот это уже тот случай где на джойстике уже реально я говорю сложновато управлять машиной и на выходе из медленных поворотов поворот так так чё я хотел я хотел еще знаете чё change part зайти глянуть на мощность а вон 440 лошадей у нас стало было 419 поэтому смена масла нас почти уравняла с ними лошадиных силах ну посмотрим ладно чем это все чем это затея обернется погнали замаскированный итальянец просто против немцев видон у нее конечно такой как они спуртанули я вроде стартанули мы без букса но видимо слишком мало все таки газу дал хотя буксует она не хило на старте и вот выход из медленных поворотов это ее не самая сильная сторона надо очень блин газировать газировать дозировать газ стараться на вот таких вот средние скоростные затяжные тоже кстати на полном газу не пройдешь но это так советы кому-то кто может будет на ней проходить стиком прямо приходится очень плавно работать ай-яй-яй-яй-яй-яй давай давай поехали вот если до второй передачи сбрасываться на ней это уже опасная зона может любой момент брыкануть и сорвать ее начиная с третьей уже в принципе адекватно себя ведет как-то так но управлять достаточно интересно но тут все на волоске тут как можно и выиграть также можно и шестым приехать вообще легко стоит разок где-то тупануть по-серьезному и капец всему ай блин да куда ж тебя сносит вот я пожадничал с тормозами надо бы прибавлять конечно так мне еще не нравится что у нас сносит блин надо было посмотреть все таки чё за резина стоит и можно ли вообще резину поменять по идее можно потому что черт узнает может на ней час hard стоит давай мерин я-то в общем-то за тебя принципе здесь и вот эти вот астры не имеют права так да куда тебя блин мотает да вот чем я говорил очень аккуратно надо тьфу ты твою мать подбирался подбирался подобрался блин не смог выбраться они же здесь не как опели идут что калибра что астра они тут под какой-то тоже другой маркой бмв их нету ну тут тоже неполноценный дтм конечно так 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 осталось калибра ой нет это не калибра это астра ух можно сказать впервые управляем гоночным болидом здесь третьей части ну я не беру то когда мы на раллиных ездили аппаратах а именно в кольце кольце по моему это впервые так иди вон иди вон иди вон собака такая да ну нафиг пролезла все таки вот тварь а ух вот это да обскакали обскакали после ошибки на втором круге было очень опасно очень было все на волоске прямо так в общем блин три калибра я так понимаю здесь что-то не немножко слабее чем и цел каха и астра что они сильно отстали вот ну ладно победа была потной но победа есть победа так хорошо хорошо замечательно но машина блин конечно ух такая прям сложно и управлять я представляюсь по на еще мощнее было бы это был бы кошмар ну тогда бы она стала неуправляемой реально вот сейчас у нее как раз вот такой баланс хороший если может быть я еще резину купить какую-нибудь прям супер софт то она еще лучше станет так это чё у нас это у нас midfield да ладно поехали так надо как-то стартануть стараться и без букса но и не так отстать ай тяжко-тяжко как они уезжают а вау вау фига ты мне в бочину занес так 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 ребята спакуха так то у нас тут два опеля между собой борются ух ты мерен тут вот этот поворот опасный опасный надо тут аккуратно очень так ты кто лидируешь не уж то калибра за дело взялась нет калибра опять астра в общем но это я так опять к выявлению основного соперника там целках еще борется они это калибра там опять атакует хорошо хорошо отбирайте друг у очки замечательно бейтесь там так ну midfield вообще это скоростная трасса тут по сути таких медленных поворотов только сколько да он один в общем то может полтора еще на входе в туннель там что-то такое более или менее медленно поэтому тут ей безопаснее управлять вот этот поворот конечно он да ребята что-то я в начале видео забыл сказать спасибо большое всем тем кто поздравлял меня вчера с днем рождения что не забывайте своего старого доброго скудера вот и мне было очень приятно вот так что до вчера у меня действительно была днюха и и всем кто каким-то образом про это прознал и поздравил спасибо большое мне очень приятно опа так что надо выигрывать этот чемпионат сделать себе подарок на день рождения так ну принципе на мидфилде да как я сказал победа достаточно легкая но это потому что трасса нам подходила трасса реально хорошая скоростная так нет тем не менее 5 астро выиграла вторая приехала смысле выиграла в группе б вот и видимо она будет основным соперником так сколько у нас 8 очков за дело все еще далеко не ясно что я говорю на этой машине можно как выигрывать все гонки так их же и проигрывать достаточно одной крупной ошибки завертеться на ней вообще за милую душу так что у нас следующая за трасса лагуна сека а не дип форест дип форест потом лагуна сека да и последняя токио ну что же вот с дип форестом не так будет все ясно ладно погнали у дип фореста очень козлячий связки есть для этой машины блин как же на те стартовать то подруга чуть получше но все равно они конечно уезжают так аккуратненько главное не переборщить в первом повороте гонки и выигрываются в первом повороте они проигрываются всем известное правило ладненько будем действовать аккуратненько 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 эта машина позволяет мы уже знаем нам выигрывать но надо действовать аккуратно блин вы такие похожие мать вашу астры эти но это вроде бы все таки астра ну брат и конечно калибру видеть здесь так на второй передачи все хорошо на первую главное вообще не скидываться прям смерти подобно ай 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 блин даже на второй ведет если чуть-чуть перегазовать не ну кстати классно что ее дали блин хоть поездить наконец-таки на ощутить так сказать всю прелесть физики где как не тут можно на таких вот не слишком сильно мощных но гоночных уже аппаратах можно прочувствовать физон на полную мощь так главное не расслабляться кстати перед тем как буквально вот писать серию я посмотрел третью практику гран-при сингапура и там башмаков сказал что его бельгийский к нет не бельгийский голландский к коллеги с голландского телевидения там среди них тоже есть гонщик они об этом принципе гонщики дорн босс и там еще куда вот они уже говорят что чуть ли не доподлинно известно вот именно ему ну как бы от сайдерской информации форматора то что все и тихо 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 ты куда мать сдурела что ли спокуха она вылезла в общем что контракт на самом деле с 5 уже подписан все и объявят просто через две недели и это косвенно подтверждает сам этот хорнер сказал что через две недели одного из гонщиков они объявят через две недели у нас что будет гран-при россии но вряд ли они будут на гран-при россии объявлять буйми например соответственно я уж думаю квят они как раз на родине у него и объявят так что ребятки в следующем сезоне практически стопроцентно у нас уже будет два гонщика это вообще круто это впервые будет за всю историю формула-1 что будут у нас два боевых пилота формулы-1 россиянина круто причем разных командах для этого надо конечно все родки на еще подтвердили тоже официально еще ничего ну я думаю сиротки на там проблем не будет так вот такие классные новости так ну что же тем не менее мы одерживаем еще одну победу хотя везде это далеко не очевидно астра очень упирается сопротивляется но сейчас на здесь дело даже не вас ты здесь дело просто в нашей тачке так ну что две трассы осталось теперь главное не просохотить все то преимущество которое непосильным трудом нажито до клагуна сека ну тут тоже с одной стороны вроде она тут и скоростные есть повороты много но есть и достаточно много конце трассы медленных поэтому ладно будем предельно аккуратно опять пока нам это помогало до ста километров в час шлифует на второй передачи кошмарики тек да ты что какой ты блин эти калибры они звучат натуре как калибре да как эти комары какие-то в ушах противно так нет вх блин штопор опасная вещь очень опасная даже на самой сбалансированной машине Это такая вещь неоднозначная Она такой так вообще Так Ну что же, вышли за спину основного соперника Я вот тут тоже так подумал, услышав эту новость Ну так, представил просто Потому что такого у нас действительно ни разу еще не было Представляете, в следующем году будут биться Квят и Сироткин Если Вильямс в следующем году машину сделает более или менее нормальную То они же тоже будут бороться Ой, блин, в средней группе Вот это ошибка Нефиг на большой скорости чесать нос Ну и они как раз в одной группе-то где-то и будут Бороться между собой Тора Росса тоже такой среднячок Вильямс, дай бог С машиной все получится хорошо Ну и у Тора Росса с Хондой там все будет четко Вот Ну и я даже не знаю Вот они если между собой будут бороться Два наших пацана Вот за кого из них болеть Вот именно в очной ставке Вот они там сошлись на какой-нибудь трассе Не знаю Будут биться И за кого из них болеть Странная ситуация У меня такого еще никогда не было Как-то непонятно На чьей стороне будет предпочтение Ревят, конечно Выстрадал Своё возвращение в Формулу-1 Такой у него Карьерный был очень непростой период Вот этот Тора Росса Первого созыва, так сказать Точнее для него уже второго как бы Ай-яй-яй-яй Что-то я опять там сшибся Блин В принципе и Сироткин в этом году Сладко ему не было, блин Рассчитывал на борьбу в средней группе На крепком средняке А в итоге получилось, что Ездил весь сезон практически на ведре с колесиками Поэтому тоже все Не так однозначно Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Ладно Астру мы просохатели Но главное Финишировать позади нее Не пустить ЦЛКА Короче, прикольное ощущение Не знаю Будет, наверное Когда будут наших Двое русских парней Между собой биться Я прям в предвкушении Черт а если еще и дебютирует там глядишь мазепин или маркелов вдруг вообще будет шикарно там маркелов он может кстати в вильямсе дебютировать то есть вообще в одной команде у нас будут двое русских ну может быть там такое возможно как бы хотя не слишком так отыграла зараза она у нас все-таки 4 очка у нас правда последняя трасса осталось но блин эта трасса такая токио мой ведь я все-таки его токио называю а не рим как это было в последних сериях такие скирим 8 очков приятно конечно задел иметь на такой сложной трассе но все равно это еще не победа ладно погнали главное аккуратно я вот серьезно я боялся что у меня на ней будет вертеть порыве борьбы да еще что-нибудь заговорюсь думаю наверное не вытащу я на ней этот чемпионат там у меня был запасной вариант на чем еще можно ехать этот чем но там тогда была тачка не гоночная не такая не разукрашенная мы бы выделялись сильно у не остальных без спонсоров бы гоняли ой 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 тихо да тихо ты спокойно блин расшвыряла блин так уж три калибры то надо проходить совсем не серьезно вот как эти уехали вот так ладно оперативный простор получили вот комары а жужжат в одном ухе тот другом так блин ай ой 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 затяжными поворотами что-то тоже проблемы какие-то у тебя вроде на 4 блин передачи тоже повело так блин так блин в человеке че и пройди на всякий случай. Держись, чувак. Помоги мне хоть разочек. Что-то ты во всех гонках сливался. Реванш-то один. Надо взять. Самый нужный момент. 1,7. О, хорошо. Накатили. Ай-яй-яй-яй-яй. Поздно начал тормозить. Нет, ничего. Ай-яй-яй. Блин. Перегазовал. Да что тебе, блин, на поребрик вообще нельзя залазить на этот внутренний. Вообще сразу теряет управляемость. О, хорошо. Возьмите. О, хорошо. О, хорошо. Накатим. Не захотел мне помогать? Вот, поплатись. Эх, не удалось Астру достать. Фух, ну ладно. Тем не менее, победа! Круто. Переживал я, переживал действительно. И, блин, две последние гонки могли вообще все испортить. Все, что не по сильным трудам нажито. Фух. Даже припотел маленько на вот этой последней гонке. Четыре очка. Ма-а-а. Так, а если бы мы третьими финишировали... А, ну все равно на два очка бы впереди были. Ладно. Так, ладно. Теперь другой вопрос. Что за машину нам дадут? Во-первых, сколько еще призовых насыпят? Ну, я думаю, тридцаточку-то надо, ребятки. Тридцать, тридцать. Тридцать. На, тридцать. Ровно. Кубочек. Кубочек так. Оп ее. На полочку. Сколько их у нас уже? Так. О, тут. Ух ты. Поршик дали, да? Это боксер у нас. Бокстер, точнее. Угу. Руф. Ситер, по-моему. Нормально. Нормально. Ну, я, если честно, думал, все-таки дадут какую-то машину. Прокачанную. Правда, там аж четыре было тачки. Поэтому. И там какая-то из них была со спойлером, наверное. Все-таки что-то гоночное тут могут дать. Нужно такие, те, кто проходил Гранд Туризма 3, напишут в комментариях. Так. Ну вот, смотрите. Три победы. Два вторых места. В итоге победа общая. Хорошо. И я доволен. Дучи. Таринваген. Челлендж. Раньше она в те-то времена была Мастершафт, по-моему. Называлась. Ну, видать, у них. Не было лицензии. Такое название использовать. Так. Что у нас тут осталось? Европейский мы прошли. Тут вот GT World Championship. Но мы его, скорее всего, пройдем предпоследним. Его предпоследним. И последним будет Dream Card Championship. Так. Тут все пройдено. Тут все пройдено. Вот. Два еще больших чемпионата. Гранд Туризма All Stars. Тут, я думаю, будет тоже заруба. Ничего себе. Десять гонок. И еще один. Японские машины. Чемпионат Гранд Туризма десять раз. Считай, сезон проедем. Чемпионата Гранд Туризма. За одну серию. Так. Ну, это такое себе легенды. Серебряные стрелы. Ну, и все. И останется Dream Card Championship. А перед прохождением его нам еще надо будет лицензию сдать класса А International. Так что он будет в любом случае последним. Ну, в следующей серии, не знаю, либо, может, пройдем последний такой на расслабончике вот отдельные гонки вот эти. Они не чемпионатом. Вот. Ну, а потом возьмемся за... А у нас тут осталось, по сути, вот два мощника таких, которые надо проехать. Так. Ну, а в этой серии мы проехали ДТМ. Ладненько. Так. Возвращаемся домой. Деньжат подкопили. Тоже нормально. А, знаете, что я хотел еще в GameStatus зайти. Посмотреть. 37,4% пройдено. Ну, да. Ну, во-первых, там, получается, у нас во многих чемпионатах не все гонки на золото выиграны. Поэтому, хоть чемпионат и пройден на первое место, но вот как сейчас было. Два серебра. Это что же процент увеличивает. Поэтому, если бы прям все золото было, я думаю, процент-то был бы уже, ну, за 40 точно. Вот. Плюс там лицензии не пройдены. Две, я так понимаю, еще. Ну, да. Две. Интернешнл и суперлицензия. Ну, и вся лига профессионал еще. Так что, да. Где-то почти пол игры еще не пройдено. Вот такие дела. Нифига себе, ни одного золота нет в лицензиях. Надо поправлять дела как-то. Так, вот он, РУФ. А, 3400С. А, СТР это 911, да. Вот такой он, да. 306 лошадей. Но он стоковый. Ничего на нем нету. Ну, я думаю, он управляться должен хорошо. Тоже, может, где-нибудь его поиспользуем. Может, в профессиональной легии он нам где-то пригодится. А он же тоже у нас боксер. Так что, можно будет еще и на нем проехать, а не на импрезе. Хотя мне было бы интересно на импрезке все-таки. Так, ну что же. Вот такой вот был чемпионат ДТМ. Прошли мы его на джилете. Просто побрили всех так. Хорошо. Вот, еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто поздравил меня с днем рождения вчера. Спасибо, ребята. Мне было очень приятно. Вот. Ну что же, давайте на этом прощаться. Вот. Скоро уже квалификация начнется, сингапурская. Так что, в любом случае, надо закругляться. Вот, пойду смотреть. Все. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем счастливо. И увидимся в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...